здравствуйте ребятки я очень рада приветствовать вас сегодня меня зовут шамсудинова валентина юрьевна я педагог психолог павлодарского высшего колледжа управления и по совместительству преподаватель самопознания на мой взгляд самопознание один из самых нужных и полезных предметов что в школьной программе что в программе колледжа потому что те знания и те умения которые вы получите на наших с вами уроках самопознания не пригодятся вам дальнейшей жизни семейной жизни в профессиональной деятельности вообще в принципе в общении с людьми я надеюсь что благодаря нашим с вами занятиям вы сможете лучше и тоньше чувствовать себя и лучше и тоньше понимать окружающий мир а тема нашего сегодняшнего занятия называется человек венец творения и на мой взгляд наиболее подходящим эпиграфом к этой теме являются слова ильяса есенберлина я удивляюсь человеческому разуму но не открытием америки или закона всемирного тяготения а умению делать добрые дела умение быть справедливым умение страдать за чужую горе ибо не первое дело человека человеком а второе и сегодня я бы хотела вас познакомить с биографией небольшим отрывочком из биографии амарха яма я думаю что в принципе мы когда находимся на просторах интернета я думаю что сейчас цифровой век у нас у каждого есть инстаграм у нас у каждого в принципе там периодически смотрим какие-то картиночки и вот очень часто под этими картиночками как раз таки появляются слова амарха яма амарха ям не шапури персидский философ математик астрономы поэт внес вклад в алгебру построение классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений а также известен созданием самого точного из ныне используемых календарей образ великого поэта востока авиен легендами а биография полнотайны загадок древний восток знала марха яма в первую очередь как выдающегося ученого математика физика астронома философа в современном мире он более известен как поэт создатель оригинальных философского философско лирических четверостишей мудрых полных юмора лукавства и дерзости эти четверостиши называются рубая рубая одна из самых сложных жанровых форм таджикско-персидской поэзии объем рубая 4 строки три из которых редко 4 рифмуются между собой хаям непревзойденный мастер этого жанра его рубая поражают меткостью наблюдений глубиной постижения мира и души человека и яркостью образов и изяществом ритмики и ваше первое домашнее задание ребятки прочитайте пожалуйста рубая марха яма выберите одно наиболее понравившиеся и выучите его наизусть и потом мы с вами обсудим почему вы выбрали именно его и чем вам понравились эти четыре стишля а сейчас я предлагаю вам я вам несколько зачитаю а вы пробегитесь пожалуйста по ним глазками в одно окно смотрели двое один увидел дождь и грязь другой листовый зеленый весь весну и небо голубое в одно окно смотрели двое чем ниже человек душой тем выше задирает нос он носом тянется туда куда душою не дорос ты скажешь это жизнь одно мгновение ее цени в ней черпай вдохновение как проведешь ее так и пойдет не забывай она твое творение мы источники веселья и скорби родник мы вместилище скверные чисто родник человек словно в зеркале мир многолик уничтожен и он же безмерно велик как часто в жизни ошибаюсь теряясь тем кем дорожим чужим понравится стараюсь порой от ближнего бежим возносим тех кто нас не стоит а самых верных придаем кто нас так любит обижаем и сами извинения ждем не придавая друзей их не заменишь и не теряя любимых не вернешь не лги себе со временем поверишь что это ложью сам себя предаешь не верь тому кто говорит красиво его словах всегда игра поверь тому кто молчаливо творит красивые дела обратите внимание ребята что в рубай рифмуется первая и вторая и четвертая строчка попробуйте написать свое стихотворение вот за время нашего с вами занятия каждый человек обладает совестью и способностью лечить добра от зла именно это делает человека венцом творения но не каждый стремится использовать и развивать этот великий дар данным нам природой многие люди благоприятных условиях применяют этот дар и поступают согласно голосу совести но в некоторых жизненных ситуациях одолеваемые сомнениям сознанием чувствуем вины страхом или сильным желанием действует прямо противоположно тому что велит совесть оказываясь лицом к лицу с последствиями при этом глубине души каждый человек осознает что в конце концов правда восторжествует поэтому тот кто не живет в ладу со своей совестью не может чувствовать себя счастливым не зря говорят совесть замучила или совесть спать спокойно не дает но и многие другие высказания еще есть на эту тему иногда кажется что всегда жить по совести невозможно слишком много несправедливости в мире но если мы внимательно посмотрим вокруг то всегда найдем людей живущих по совести таких людей в народе называют соль земли или говорят на таких людях земля держится ребятки вы пока подумайте над вопросом почему таких людей называют именно соль земли часто они очень скромны и незаметной но без них ваша жизнь была бы лишена своего истинного смысла и если мы внимательно и приглядимся к таким людям то заметим что несмотря на все трудности они живут ощущая излучая внутренний свет ян амос каменский подчеркивал чистая совесть непрерывный пир а римский император марков или писал представлять одно доброе дело к другому так плотно чтобы между ними не оставалось ни малейшего промежутка вот что я называю наслаждаться для понимания того что значит для человека совести важно рассмотреть ее противоположность бесчестия а байку нанбаев выделяет два вида бесчестия приспособленчество и невежество нам данных приспособленец может быть умен воспитан находчив может хорошо знать и уметь пользоваться законами государства и общества но ради выгоды и корысти готов переступить через совесть дружбу любовь невеже также приспособлений не прислушивается голосу совести более того не владеет даже элементарным знанием а ради удовлетворения своих желаний готов на все конечно желание быть богатым и умение и умеет зарабатывать деньги саму по себе неплохо но зачастую на пути расчета и корысти есть опасность как говорит казахстанский философ историк писатель гарифолаисом потерять духовную драгоценность совесть ребятки как вы думаете как каждый из вас понимает слово совесть слово совесть это что что значит прислушаться голос совесть ну я предлагаю вам нарисовать плакат на тему духовная драгоценность это совесть а пока я вам расскажу историю очень интересные женщины зинаиды на фотографии вот сейчас на слайде вы можете ее видеть война навсегда изменила ее участников и сделала удивительные истории реальными зинаида родилась 23 ноября 1920 года на хуторе шевцова ефросиниевской власти затем вместе с родителями оказалась сибири в городе ленинск-кузнецкий кемеровской области здесь окончила школу работала лаборантом когда началась война зинаида пошла на курсы медсестер 1942 году попала на фронт за восемь месяцев вынесла на себе с поля боя 123 раненых солдата в одном из боев феврале 1943 года помощь молодой медсестры потребовалось командиру феврале 1943 года помощь молодой медсестры потребовалось кому командиру но тут ранила ее саму пулей перебили обе ноги к раненной девушке подошел немецкий солдат ударил ногой в живот бил прикладом по лицу и голове но к счастью почему-то не выстрелил и зинаида осталась жива нашли ее через сутки разведчики снег вокруг был красным от крови и замерзшим медсестру из него вырезали ножом на ногах и руках началась гангрена и врачи их ампутировали девушка пережила множество операций так в 22 года зинаида осталась без рук и ног другой бы умер от отчаяния или попал в интернат для инвалидов она заставила судьбу работать на себя заново училась ходить писать жить зинаида не стала жаловаться на несправедливую судьбу не мучила себя мыслями о тревожном будущем она хотела только одного служить родины что-то делать для победы и она нашла способ продолжить воевать стала воевать слова и зинаида писала статьи в газеты выступала перед заводскими рабочими солдатами призывала делать все возможное для победы бойцы слушая пламенные речи девушки без рук и ног плакали и клялись сражаться до последней капли крови за родину и за нее юную но не сдавшуюся в бой шли танки летели самолеты с надписью за родину за зиму тузнолобовым таким образом молодая героиня осталась втрою вдохновляя на подвиги других до войны узины был жених молодой красавец иосиф марченко сейчас вы на фото можете его увидеть на фронте он командовал ротой в минуты редкого отдыха постоянно думая своей невесте зине он уже полгода он не получал от нее никаких вестей последнее письмо пришло зимой с воронежского фланта зина писала что здорово тоже воюет и сильно скучает по нему с тех пор иосиф много раз писал ей но ответа так и не было в часы затишье между боями его мучил вопрос где она что с ней жива ли она наконец в 1943 году марченко получил долгожданный треугольник и с нетерпением развернул его стоявшие рядом боевые товарищи увидели как он вдруг сильно повреднел иосиф протянул им листок со страшной вестью письмо от зины написанная рукой медсестры свертловского госпиталя мой дорогой иосиф не знаю где и при каких обстоятельствах найдет тебя мое письмо пишу все как есть ничего не утаивая обманывать ты же знаешь я никогда не умела со мной стряслась непоправимая беда я потеряла руки и ноги горько и обидно остаться в 23 года инвалидом видимо моя песня спета будь свободным родной поступай как сочтешь удобным для себя не могу не имею права стать преградой на твоем пути устраивай свою жизнь прощай на следующий день иосиф отправил невесте письмо в котором писал что никогда не бросит любимую они поженились из динаида родила четырех детей с которых вышли только двое сын владимир и дочка мина из воспоминаний владимира про начало их любви я ничего не могу рассказать а вот как они относились друг другу в зрелом возрасте хорошо помню отец строгательно о маме заботился увидит первый цветок или ягоду ей несет помогал по дому занимался огородом садом держал хозяйство поросенка кур кроликов думаю мама всегда чувствовала себя любимой я не замечал что мама инвалид не обращал внимание ни на ее увечья не на шрамы мама же любят не за красоту кстати она могла нас с сестрой и нянчить взять на руки как любая женщина многое она могла правая рука была ампутирована выше локтя и на остаток руки она зубами надевала резиновую манжетку с авторучкой так и вела свою обширную переписку на левой руке московский хирург николай соколов разделил лучевые кости и обшил их кожей вышло два пальца мама могла брать ими вещи причёсываться умываться и так далее протезы для ног соколов сделал эксклюзивные долго их изобретал правда и хватило на 45 лет потом надо было ездить москву менять потом мама могла передвигаться сидя а если куда-то нужно было ехать или идти отец надевал ей протезы мама и отец были заядлыми грибниками грибов собирали столько что сушили их картофельными мешками потом отправляли родственникам и друзьям в разные города посылки с дарами леса гостиницы получал и хирург соколов даже нитку вдевать в иголку мама научилась шила штопала магна могла на протезах нагнуться и помыть пол топила печку вести хозяйство помогала бабушка татьяна николаевна мама мамины мамы мы с сестрой тоже не оставались стороне картошку почистить постирать помогали и соседи мы с ними жили одной семьей многое само собой лежало на отце но в основном мама справлялась по дому сама рано вставала приводила себя в порядок и принималась за работу зинаида михайловна не только справлялась со своей домашней работой но и несла большую общественную нагрузку начиналось летом и в доме сменяли друг друга делегации сибири украины и самых разных уголков союза за день могли побывать три группы а письма приходили пачками на них не смогли бы ответить и пять человек письма можно было отправлять без точного адреса просто беларусь зинаиде тусналобовой тире марченко она была членом горкома партии и депутатом горсовета народ к ней шел и шел зинаида михайловна помогала найти жилье устроить ребенка в детский сад достать лекарства организовать доставку дров постоянно выступала в военных частях школах на предприятиях из воспоминаний владимира несмотря на то что мама была известным на всю страну человека мой отец директором артели пищевик жили мы всегда скромный телевизор я впервые увидел в восьмом классе у отца и матери я учился трудолюбие жизнелюбие честности кстати я мог не пойти в армию так как оба родители инвалиды но мать настояла повестка мне пришла в ранние и в ракетные войска после армии я стал более ответственным человеком она была мудрой матерью я и за это очень благодарен 1987 году витебский облсполком утвердил премию имени зинаиды тусналобовой марченко ее награждают лучших многодетных матерей региона лауреатами премии за эти годы стали 372 жительницы предвидения торжественная церемония награждения проходит ежегодно накануне дня матерей 14 октября умерла зинаида михайловна в 59 лет 20 мая 1980 года похоронена на лютеранском кладбище в полоцке она почетный гражданин этого города фото взята из семейного архива ребятки скажите пожалуйста что больше всего тронула ваше сердце в истории зинаиды тусналобовой как вы думаете чтобы могло ей не сломаться не упасть духом после того как она стала инвалидом на самом деле это очень сложно следующее задание знаете ли вы подобные истории жизни людей проявивших великое мужество и самопожертвование возможно в вашей семье или среди ваших знакомых были такие люди найдите историю героизма и жертвенности людей и расскажите их или напишите эссе на тему герои духа наш современник педагог-гуманист шалва александрович а монашвили говорит что каждому человеку нужно стремиться быть героем духа как вы думаете трудно ли это какие качества характера для этого нужны мы часто восхищаемся храбрыми людьми но что такое храбрость если человек храбр он не дрогнет столкнувшись с опасностью трудностью или болью он не только это храбрость нечто больше чем стойкость под огнем противника она проявляется в любых испытаниях исследователи различают моральную и физическую храбрость храбрость при отсутствии страха и при его наличии храбрый человек способен обуздать эмоции не позволить страху завладеть собой не пуститься в бегство не прятать голову в песок когда грозит опасность одним словом храбрость не в отсутствие страха а в умении его преодолеть на протяжении веков понятие храбрость эволюционировала если раньше она означала в первую очередь отвагу на войне на поле брань боя или брани то теперь она обозначает и моральное и психологическое мужество моральное мужество это способности выполнять свой долг несмотря на грозящие опасности или неприятности жизни и судьба зинаиды тусналобовой это пример морального мужества психологическое мужество позволяет с достоинством ходнокровно и даже с юмором перенести серьезные испытания и тяжелую болезнь и завершить хотелось бы наше сегодняшнее занятие песней я люблю тебя жизнь слова ваншенкина и музыка калмановского я люблю тебя жизнь что саму по себе не нова я люблю тебя жизнь я люблю тебя снова и снова вот уж окна зажклись я шагаю с работы устала я люблю тебя жизнь и хочу чтобы ты лучше стала мне немало дано шире земель и равнины морские не известно давно бескорыстная дружба мужская зоне каждого дня как я счастлив что нет мне покоя есть любовь у меня жизнь ты знаешь что это такое как поют соловьи полумрак поцелуи на рассвете вершина любви это чудо великое дети вновь мы с ними пройдем детство юность вокзал и причал и будут внуки потом все опять повторять сначала ах как года летят мы грустим седину замечаем жизнь ты помнишь солдат что погибли тебя защищая ты великой и вершись в трубных звуках весеннего гимна я люблю тебя жизнь и надеюсь что это взаимно спасибо вам большие ребятки за активного участия и до следующих встреч